С вами новости Карелии. Здравствуйте! В студии Алексей Неживенок. И вот главные события на сегодня. Все классно. Но первый заплыв, он, конечно, и в Африке первый заплыв. Маржи со всего света приехали в Петрозаводск на соревнования по зимнему плаванию. В этом году у Петра Великого большой юбилей. Но то ли вандалы, то ли само время поставили под сомнение. Величие императора буква «И» бесследно исчезло. Пришло время восстановить справедливость. Удивительное исчезновение в самом центре Петрозаводска. Под угрозой оказалась репутация Петра. В буквальном смысле. Кто у вас первым номером? Мы равно играем. Нет у нас первых номеров. Вдвоем боремся за победу. После продолжительного перерыва сборная Карелии по настольному теннису снова завоевывает медали первенства Северо-Запада. Министр строительства России Ирек Файзулин поддержал проект продления Лос-Синского шоссе в Петрозаводске. Новая трасса должна решить множество транспортных проблем, которые возникают у жителей строящихся микрорайонов на Древлянке. Артур Парфенчиков заявил после рабочей встречи с министром, что Минстрой готов поддержать проект продления Лос-Синского шоссе от улицы Попова в сторону выезда из города. Километровый участок на выезде из Карельской столицы станет многополосным, с хорошим освещением. Работы начнутся уже в этом году. Также в этом году в Петрозаводске по программе «Безопасные и качественные дороги» будут ремонтироваться объекты 2023 года. 15 участков дорог общей протяженностью 12 километров. Ключевые направления развития агропромышленного комплекса в Карелии стали темой еще одной встречи в Москве Артура Парфенчикова. На этот раз с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Руководитель федерального ведомства подчеркнул, что к началу сельскохозяйственного сезона необходимо проконтролировать готовность техники и посевных площадей. Начало посевного сезона обсудили и на заседании правительства республики. Правда, из доклада заместителя главы регионального Минсельхоза осталось непонятным, какие приоритеты расставили в ведомстве относительно финансирования отрасли. Длинный доклад заместителя министра сельского и рыбного хозяйства республики глава региона раскритиковал сразу. Не услышал главного, как Карелия готовится к посевной. В феврале было выделено дополнительно 240 миллионов рублей к уровню прошлого года. Но этого оказалось недостаточно, например, на приобретение высококлассных семян. Кроме того, есть и другие потребности у сельскохозяйственного комплекса. Наверное, может быть, все наши желания, они сегодня не могут быть обеспечены финансово, понятно. Но давайте поопределимся с приоритетами. Может часто сказать, действительно, я понимаю желание, так сказать, дальше развивать ветеринарную службу, покупать суперсовременное оборудование, но может быть, это отложить на следующий год. Недостающие средства в бюджете Карелии изыскать готовы. Обратиться к федеральному бюджету тоже главное и определиться с приоритетами, в коих пока не разобрались в министерстве. Артур Парфенчиков сам расставил главные задачи на ближайшее время. Нужны конкретные решения, которые еще необходимы для того, чтобы наши предприятия, первое, прошли нормально посевную, второе, чтобы мы сейчас, в том числе, финансы выдали сельскому хозяйству, в том числе, кредиты, в том числе, значит, обеспечили, в том числе, гранты все выделили. Это сейчас надо делать. А не в июне, не в июле, когда эти деньги, труженику села, будут не нужны. На следующей неделе глава Карелии соберет у себя еще одно совещание, где ответственные лица должны будут подготовить полные математические расклады, куда пойдет каждый бюджетный рубль. Проект решения по этому вопросу Артур Парфенчиков на сегодняшний день не принял. Анжела Дробышевская, Служба новостей. Кто-то с упоением ждет открытие пляжного сезона, а другие не закрывали его вовсе. Сегодня на Онежской набережной горожане наблюдали огромное количество людей в купальных костюмах. Более 400 спортсменов разных возрастов и национальностей приехали в Петрозаводск на международный чемпионат по зимнему плаванию «Карелия-2022». От одного вида ледяного бассейна кровь стынет в жилах. Но только не у тех, кто приехал на международный чемпионат по зимнему плаванию «Карелия-2022». Первые заплывы состоялись уже сегодня на набережной Онежского озера. Все классно. Но первый заплыв он, конечно, и в Африке первый заплыв. Заявки на участие подали 400 спортсменов из России, Монголии, Азербайджана, Казахстана и других стран. Как вы в Азербайджане занимаетесь зимним плаванием? Дело в том, что я в студентские годы, когда приехал в город Ленинград, часто заболел. И мне врачи рекомендовали, что надо с водой дружиться. И дружиться поближе. То есть закаляться. Соревнования будут идти до конца недели. Профессионалам и любителям предстоит соревноваться в 13 возрастных группах и 9 дисциплинах. Три дисциплины батрифляй, брас, кроль на 25 метров, две дисциплины на 50 метров, две дисциплины на 100 и две дисциплины на 200 метров. Каждый день соревнований завершится финальными заплывами, где сойдутся лучшие спортсмены. В четверг и пятницу найдется время для новичков. С двух до трех часов дня любой желающий сможет попробовать себя в зимнем заплыве. А мы продолжим следить за ходом чемпионата в новых сюжетах. Илья Лопухин, Борис Касьянов, Служба новостей. Промышленные предприятия Карелии получат дополнительную государственную поддержку в условиях санкций. Основным направлением для бизнеса станет импортозамещение, а экспортную продукцию переориентируют на новые рынки. Эти и другие темы обсудили на встрече с Артуром Парфенчиковым крупные промышленники республики. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Сегодня в Карелии работают 86 системообразующих предприятий. Это компании, дающие республике наибольшее количество налогов. Три из них федерального значения. Самое главное на сегодняшний день поделились в ходе рабочей встречи с главой Карелии руководители промышленных предприятий. Это сохранить рабочие места для людей и, конечно, зарплаты. Люди, безусловно, задавали вопрос нам о том, будем ли мы продолжать ту же самую процедуру, которая была зафиксирована в коллективном договоре о ежеквартальной индексации в соответствии с индексом инфляции. Мы со своей стороны твердо подтвердили. На сегодняшний день в условиях санкций для предприятий есть несколько рисков. Это вероятность расторжения контрактов с партнерами, приостановка поставок импортных комплектующих, а также логистические проблемы. На совещании заявили, все эти риски возможно преодолеть. Более того, по словам Артура Парфенчикова, работа в жестких условиях санкций может подтолкнуть развитие карельских промышленных предприятий. Это не только наше испытание, это наш шанс. В условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления мы, тем не менее, сегодня должны в первую очередь использовать исторический момент для того, чтобы активнее развиваться, активнее двигаться вперед. Карельские предприятия получат как региональные, так и федеральные меры поддержки, а так Фонду развития промышленности Карелии для помощи бизнесу дополнительно выделят 1 миллиард рублей. Начал работу сайт помощи малому и среднему предпринимательству «Хелп». Здесь предприниматели смогут получить консультации по вопросам, связанным с мерами поддержки. Помимо этого, в республике создан Центр по импортозамещению. В нем будут стимулировать производство из собственного сырья, а также переориентировать экспортеров на новые зарубежные рынки. Увеличению именно объема субсидирования наших компаний с 20% от стоимости всего инвестиционного проекта до 50%, если компания приобретает оборудование либо российского производства, либо там, где российских аналогов нет, оборудование наших партнеров, которые сегодня не находятся в списке недружественных, в частности Китай. Специалисты помогут предприятиям, которым необходимо заменить зарубежную продукцию на отечественную, договориться с компаниями, которые могут предложить варианты решения этой проблемы. В качестве примера Артур Парфинчиков привел свой недавний визит на завод лесозаготовительной техники «Амкадор-Онега». Власти Карелии готовы помочь заводу с альтернативой импортных комплектующих для машин. Наталья Ильина, Сергей Беляев, Служба новостей. В Петрозаводске отключат свет, в Национальной библиотеке пройдет неделя детской книги, а карельская группа выиграла музыкальный конкурс. Об этом и не только. Коротко. Электроэнергию отключат 23 марта с 8 до 10 часов утра в центре Петрозаводска. Света временно не будет в домах номер 5, 7 и 9 по проспекту Ленина и в доме номер 17 по улице Куйбышева. Специалисты проведут плановые работы на электросетевом оборудовании. Житель Сегерского района пытался застрелить дачника. Обвиняемого будут судить за незаконное проникновение в жилище, покушение на убийство и угрозу убийства. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму более 2 миллионов рублей. Карельская группа Илму завоевала гран-при Russian World Music Awards 2021. Песня звучала на ливиковском на речи карельского языка. Неделя детской книги пройдет в Национальной библиотеке Карелии с 24 марта по 3 апреля. Посетителей ждут реальные и виртуальные встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, просветительские программы и театральные представления. Более 135 нарушений уборки придомовых территорий выявили в Петрозаводске за неделю. Больше всего нареканий вызывают качество уборки снега и посыпки тротуаров. Четыре удивительных по красоте храма украсили горный парк Рускеала. Правда, для того, чтобы их увидеть, посетителям нужно спуститься под землю в старые штольни. На берегу подземного озера в так называемом Большом колонном зале среди творений природы сталактитов и сталагмитов выросли прекрасные творения рук человеческих. Уже не первый год мастера из Санкт-Петербурга создают в Рускеале скульптуры из чистейшего льда, который добывают здесь же. Тема ледяной галереи на этот раз – утраченные церкви Карелии. Храмы изо льда словно соревнуются по красоте и совершенству исполнения друг с другом. Эмоциональное впечатление дополняют цветная подсветка и музыка. К сожалению, в реальной жизни можно увидеть только одну из этих культовых построек – Покровскую церковь на острове Кижи. Остальные каменные католические соборы из города Сартовала и деревни Рускеала, деревянная православная Успенская церковь из Кондопоги разрушены временем и человеком. Ледяные изваяния можно будет увидеть в пещерах Горного парка по крайней мере до середины мая. Толщина каменной породы защитит их до этого времени от солнца и тепла. После продолжительного перерыва сборная Карелии по настольному теннису снова завоевывает медали первенства Северо-Западного федерального округа. С возвратившимися с наградами спортсменами встретился Никита Власов. Золото и бронзу в ассортименте привезли карельские теннисисты с первенства Северо-Западного федерального округа среди спортсменов до 16 и 20 лет. Первыми в мужском парном разряде у старших стали Никита Лягин и Яков Игнатьев. Одолев на пути к финалу фаворитов турнира пару из Республики Коми, в финальном матче они со счетом 3-1 переиграли более опытных спортсменов Калининградской и Вологодской областей. Во второй партии был очень хороший розыгрыш, такой продолжительный, когда мы с дальней зоны передержали более сильных индивидуально соперников. И, как по мне, это нам дало мотивацию, чтобы разыгрывать дальше розыгрыша. Кто у вас первым номером? Мы равно играем. Нет у нас первых номеров. Вдвоем боремся за победу. В личных первенствах среди спортсменов до 16 лет достойно показали себя карельские юноши. Сразу шесть из них бились в финале 16-ти сильнейших. Александр Шилохвост из Медвежегорска в итоге стал пятым в индивидуальном зачете. Однако добыть медали удалось только тем, кто играл в парах. Два третьих места. Смешанная пара. Очень хорошо сыграли. Боролись тоже за выход двойку. Никита Симонов с Дашей Бабылевой. И пацаны. Фатеев и Ревзоев Матвеев тоже третьими стали. Я считаю, это успех. На фоне того, что мы вот столько лет шли к этому. С надеждой на будущее, я так бы сказала. В командном зачете среди спортсменов Северо-Запада до 20 и 16 лет и мужская и женская сборные Карелии завоевали бронзовые медали первенства. Никита Власов, Александр Коловов. Служба новостей. Удивительное исчезновение произошло в самом центре Петрозаводска. Под угрозой оказалась репутация Петра. В буквальном смысле. С сопроводительной надписью на памятнике основателю города пропало И. Да еще и в год 350-летия императора. Как карельский кузнец отстоял честь нашего символа, узнал Данил Чиненов. В этом году у Петра Великого большой юбилей. Но то ли вандалы, то ли само время поставили под сомнение. Величие императора буква И бесследно исчезло. Пришло время восстановить справедливость. За дело берется ремесленник с 19-летним стажем Ильям. Созвучный фамилией, будто он кузнец из древнего карельского эпоса Аммалайнин. Замеры пропавшей буквы сделал заранее и к Петру пришел уже с вылитой заменой. Императору до этого дела нет. Стоит все так же невозмутимо. Дело за малым. Залить отверстие клеем и вставить И на свое законное место. Поверх Илья клеит скотч и оставляет все на 20 минут. Для верности. На производство буквы ушло куда больше времени, чем на установку. Ее основой послужили латунные гайки и болты. Кузнец переплавил их, но получившаяся заготовка слишком сильно отличалась по цвету. Пришлось применить секретные техники. Мы в Аммиаке протравливали вот эту латунь. Патинировали натуральным способом. То есть мы грубо ускорили, за три часа сделали то, что природа бы сделала за несколько лет. За тонкую работу кузнец не взял ни копейки. Администрации города повезло. Везение и в том, что пропажу буквы обнаружила именно сотрудница городской мэрии. Во время утренней прогулки по набережной. Я встала, приглянулась, посмотрела, на самом деле буквы и не хватает. Печальная достаточно история. И я обратилась к, скажем так, к мастерам, да, кто мог бы быстрым образом нам помочь. К тому же и бдительные горожане стали закидывать администрацию обращениями. Но вот буква уже на месте. Мастера снимают скотч. Сидит прочно. Историческая справедливость восстановлена. Петра снова сделали великим. Данил Чиненов, Александр Борисов. Служба новостей. Это были все новости, которыми мы успели с вами поделиться. В студии был Алексей Неживенок. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok